Недавно пошел форум, посвященный 75-летию освобождения Свенцима. Статистика говорит, что в день форума Израиль отразил 800 кибератак по аэропорту и самолетам мировых лидеров. Сегодня это следующая война практически. Зачем убивать людей? Какой толк с них? И себе дороже. А так это спокойно. Потому что сюда все лидеры съезжаются. Тут-то интересно их, конечно, пощипать. Так каждый день ведется, только не в таком темпе, не в такой интенсивности, не все вместе. Вот хакеры, которые сидели в разных странах, они пытались нарушить траекторию посадки не менее 60 самолетов в Бен-Гурионе. Согласно Кабале, то человечество, конечно, может повторить свою судьбу. Покончив с собой в термоядерной войне, оно через много тысяч лет после этого снова возродится, прорастет, что называется, как в Чернобыле, и снова повторит свою историю, но уже в лучшем виде. Потому что мутации после такого состояния, они будут лучшие. Они сохраняют в себе все проблемы прошлого и уже их не повторяют. Ну, это такая страшная цена, особенно после... Зато не повторяют проблем прошлого. Мы знаем, что много происходит в мире крупных встреч, когда съезжаются мировые лидеры. Почему мы сейчас это видим на Израиле? Почему это дано вот так явно увидеть в примере Израиля? Всеобщая любовь. Съезжаются все главы правительств и в то же время кибератаки. Ну, очень романтическая история получается. Все главы правительств съезжаются, Израиль отражает эту атаку. Это же Израиль, поэтому отражение всегда должно быть. То есть никогда не получится... Никогда у них не получится. А с чем это связано? Это с тем связано, что у Израиля есть своя миссия в этом мире. Миссия, которая нужна всему миру. И поэтому ничего с ним не случится. Так что здесь самое надежное место на Земле. Вот за какой угол земного шара не заедь, всегда ты можешь подумать, что надежно, хорошо, но... А вот здесь, несмотря на то, что ненадежно и нехорошо, но... Ну, ничего не будет. Они должны убедиться через свои, все эти ничтожные попытки, что ничего у них не получается. Задаться вопросом, почему же у нас не получается. И найти на это ответ. И если не найти ответ, то услышать тогда ответ, ну, совершенно нелогичный, как бы, от каббалиста. И согласиться. Какие должны произойти изменения, чтобы человечество к этому пришло? Это зависит тоже от Израиля, если он сможет объяснить всем в мире, кто он, что он, для чего существует. И как Израилю это захотеть сделать? Надо послушать то, что говорит каббала. Что все люди в мире должны узнать, для чего мир существует, для какой цели, и что необходимо делать каждому из существующих, для того, чтобы привести этот мир к оптимальному состоянию. А вот когда они будут все под этой шапкой Исраэль? Какой закон будет реализовываться? Как люди будут... Какие законы между собой применяются? Абсолютное, полное, взаимное сопричастие, участие, сопряжение, сближение, понимание друг друга как одного единого целого, всего человечества как одной семьи, всех вместе как одного человека, ощущение другого как себя, абсолютное, вот как женщина чувствует свой плод. Вот так же каждый будет чувствовать всех остальных в себе. Исраэль это будет как покрывало такое, теплое, которое покрывает. Да, теплое покрывало, которое обволакивает весь мир. И всем тепло, хорошо и надежно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...